Это по-фару, вы. Да, вчера у нас такой семейный праздник нашей семьи. 28 лет совместной жизни. Да, и вчера супруга, дети, внуки, коты наши, все были в трансляции. Вот у нас было такое онлайн празднество. Потому что я здесь, в Украине, а не в России. Но уже на днях, уже на этой неделе я еду в Тулу, в Россию. Буду там, и через три месяца возвращаюсь снова, буду у себя в церкви. Прошу ваших молитв. Слава Богу за Украину, слава Богу, что здесь свобода такая тренигиозная. Что Слово Божье проповедуется свободно. И даже собрания такие открытые, знаете ли. Для меня эти три месяца, почти три месяца пребывания здесь стали огромным благословением. Знаете ли, я уже отвык от этого, честно говоря, такой свободы. Что они не приходят на собрания полиции, обыски не проводятся, не изымаются ничем, не штрафуются люди. Вот просто свободно. Вы как бы не пуганы такие совсем. Здорово. Вот я приехал и первое, что заметил, в глазах людей нет страха, которые привык уже там видеть, к сожалению. Вот, особенно у верующих. Ну, нет хорошей жизни страх такой, конечно, потому что каждое собрание фактически без провокаций не обходится. Вот, это полиция переписывает всех, допросы, эти постоянные аресты вызывают следователей, один другой меняется. Заводится одно дело, другое заводится, третье. И, понимаете ли, я научился ценить вот эту свободу. Поэтому просто умоляю вас, держите эту свободу, дорожите этой свободой. Вот, дорожите. Вот, и это очень ценно. Вот, на самом деле самый великий дар. Самый великий дар. Хотя, свобода тоже пугает, конечно, многих людей, потому что свобода не только для праведных, но и для грешных людей, получается, для всех людей. Люди могут и одно, и другое высказывать, знаете ли, и действовать и так, и так. Но, на самом деле, не пугайтесь этого, это великий дар, на самом деле, великий дар, Божий, так, человеку. Бог уважает наши выборы, наши решения, даже если какие правильные. Бог уважает. Самое большое, что он не уважает, это как раз рабство, это не свобода. Вот, а что он уважает, это выбор свободы человека. Дар с ним неправильно. Семь раз упадет праведник, но Бог поднимет его обязательно. Вот, а хуже, когда человек просто валяется вблизи и думает, что это нормально, это как бы его жизнь. Вот, друзья, и поэтому я еду на днях вот в Россию и хочу ввести вот такой дар свободы. Знаете ли, вот, и молитесь тоже о духовном пробуждении в России, в Белоруссии тоже, потому что я в эти дни, вот, три месяца я буду трудиться в Белоруссии, в России и немного в Грузии чуть-чуть. Вот, на Кавказе Северном и в самой Грузии. То есть, поездки такие будут очень непростые, такие очень непростые даже. Но знаете ли, там, чем больше тьма сгущается, свет еще ярче становится. Свет еще ярче. Иисус Христос, Он вчера и сегодня во веке тот же. Аминь. Он всегда тот же, но в периоды тьмы, Его свет еще ценнее становится, еще ярче становится. Вот, и я это замечал уже и по своему служению тоже, по своему христианству. Пусть Господь благословит вас всех. Вот, благословляю вас, как говорится, паки и паки, снова и снова. Пусть Господь благословит вас. Обнимаю всех целую. Благодарю. Благодарю вас. Мы хотим привітать вас и сказать славу Господу и великое подякало Господу за вашу дружину. Потому что вы одна сторона медали, она другая сторона. Она поддерживает вас, всегда отпускает. Мы очень рады вам на украинской земле, что вы отпускаете своего мужа, что он служит. Он является великим благословением для нас. Мы всегда вспоминаем за вас молитву, особенно за вас. Молимся, что вы истинная дружина, которая поддерживает своего мужа, слушает Господа и идет по его Божьему предназначению. Слава Богу. Спасибо. И тут мы пока можем открыть. Мы еще хотим, чтобы там пророчество... Да, ну вы знаете, в бюреи они всегда любят, чтобы там пророчествовать, чтобы там пророчествовать, чтобы там пророчествовать. И вы, гляньте. И это такой особистий подарок. Это так свежий. Мы вам подарили нас два. Чтобы вы с дружиной, эти двести человек в Божьих руках. Красиво. И каже, когда запалюйте свечку, и ставьте сверху. Да, сверху. Чтобы шанс будет сверху у Господа. Аминь. Чтобы вы грели еще сверху. Аминь. И освятлювали член для других людей. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо. Спасибо. Аминь.